Страховались, что показывают, вот они торгуют, а что я должен уходить? У нас проблема в районе, в городе, это колбаса на наших передвижных машинах. Мы с ней уже боремся, я вам скажу письмо, с 2012 года. А кто крышует? Да, есть ответ покойного Коренюгина. Здесь у меня все инстанции, мы этими занимались киосками, и опять идет очередная сезон, лето, мы зимой их не трогаем, потому что зимой еще более-менее можно там что-то продавать. Но когда нет холодильного оборудования, когда там колбаса, сыр, я понимаю, что раньше может не так брали, сейчас люди бедные, они там берут. Подождите, поставить возле колбасного стационарного магазина, который платит налог, оформленные люди все у него. А мы поставили, пожалуйста, этот колбасный киос возле Белоножка. Сколько он уже писал писем, куда он только не был. Он тоже должен был прийти, что-то не получил. Мария Дмитриевна, у этих машин оформлено горосполкомом разрешение, как выставка, выставка, реклама этой продукции. Вот ответ, что это было законно. Депутаты городского совета должны с этим покончить. А кто подписал документ? Кто подписывает каждый? Нет, нет, что подписал? Я вас прошу, есть здесь Лена Васильевна, есть у нас еще депутат. Александр Тимофеевич. Да, давайте. Или мы обращаемся на депутатскую комиссию. Алло. Или, потому что опять писать и заниматься перепиской. Обращайтесь на депутатской комиссии. Вот я всего год депутат. Я ни одного обращения подобного характера не видела. Мы видим, только рассматриваем, как механически отдать, передать, не дать. Забрать, увеличить, добавить. Вот мы сидим, как роботы там, как марктичные, на этой депутатской комиссии. Мне кажется, Лена Васильевна, мы один раз писали. Никогда за последний год, вот я год депутат, ни одного обращения именно на нашу комиссию не было. Мы же обращались на депутатскую комиссию по торговле. Да, по торговле. Может быть, согласна. Но, к большому, наверное, сожалению, почему-то отсутствуют какие-то элементы взаимодействия между комиссиями. То есть рассмотрели, может быть, как-то субъективно или объективно, проблему законной торговли, а к земле не привязали. Хотя мы можем с вами тут собираться миллион сто пятьдесят пять раз. Культура людей у нас такая, что они будут покупать из пола и молоко, которое с бациллами и совсем. Мы никуда от этого не уйдем. С учетом того, что мы пошли по пути, наша страна по пути упрощения всех процедур, у нас сегодня в полном объеме отсутствует санстанция, которая раньше хоть какой-то надзорный орган был. Ну, маим ты шумаим. Просто мы должны для себя понимать, что с вопросами какими-то там открываются возможности при реформе этой децентрализации в части написания каких-то локальных нормативно-правовых актов. Вот эти локальные нормативно-правовые акты, но это работа наперед, это не сегодняшняя проблема. То есть сегодня это вот на будущее мы должны придумать себе какие-то правила игры для себя, для того, чтобы они были понятны с учетом уже набитых шишек. Это впереди. А сегодня, ну, как мне обращение к директорам рынков, я понимаю, что директор рынка, ну, у него работа такая, он всегда говорит о том, что плохо, но ни одного директора рынка, которому очень плохо, я не видела в своей жизни. А как бы 20 лет этой сферой жизни занимаюсь. Ваша, ну, наверное, первая и основная цель, вы должны действительно привлекать всех. От этого зависит ваш бизнес. В части налогов, ну, я не думаю, что вы страдаете от внёта налогообложения. Как правило, вы платите за землю, арендную плату, единый налог. Ну, просто, как бы, я чуть-чуть в этом понимаю, в этом... Содержание. Содержание. Это уже ваши, как бы, затраты, те, которые можно минимизировать, можно как-то их там рассматривать. Это ваша оперативная деятельность. Насчет всех бабушек. Да, Господи, откройте, я не знаю, для себя, вот, если бы я хотела заманить кого-то, я бы сказала, месяц бесплатной торговли. На танках туда приедете, торгуйте там. Люди привыкнут. Вы же прекрасно понимаете, что стихийка образуется там, где идет муравейный поток людей. То есть, ну, торговля, это... Вот она так живет. Она жила так всегда, во все времена. То есть, там где-то должны запретить, а тут где-то должны дать, я не знаю, конфетку, мармеладку, там, медаль лучшего продавца. И только таким способом, то есть, любя друг друга, мы можем выйти из этой ситуации. И плюс админпротоколы, я с вами согласна, чем, ну, человек организует штраф. Да, нравится это или не нравится, мы так устроены. Поэтому с этим работать. В части рассмотрения протоколов на админкомиссии, ну, есть ли у нас сайт в корабельной администрации? Ну, сделайте, дополните какой-то раздел туда, вывешивайте всю вот эту работу админкомиссии. Это все вывешиваете, это все есть. И Иванов, Петров, Сидоров пусть будет видеть. А корабеловинфо будет вытягивать всех этих злостных мерзавцев-негодяев, которые вот попали в эту админкомиссию. И соседка с его квартиры будет знать, вот мерзавка, блин, торгует незаконно. Ну, то есть это тоже работает. Мы общество, мы социальное существо. Еще хочу дофомнить. У нас.